Добрый день! Сегодня 8 мая. Вот цветут примулы. Мы сами видим примулу под названием примула японская. Вообще примул существует очень много. В биологической точки зрения видовое разнообразие примул это около 500 штук, не считая естественно всяких садовых гибридов, которых не имея. Но большинство знакомых примул это такие маленькие небольшие низкоросые растения, которые на 8 марта любят подавать в магазинах. Вот существует большое количество азиатских примул, которые в общем-то весьма отличаются от того, что обычно люди называют примулами. Здесь вот как раз мы будем говорить о японской примуле и примулах, которые называются канделябровыми. Канделябровыми они называются потому, что у них вот такая длинная вот ножка, на которой раскрываются такими вот секциями, такие вот цветочки. Здесь перед нами примула японская или примула японька по латыни. Она растет действительно в Японии, в лесах. Огромное количество примул растет вот в Китае, на Дальнем Востоке, в Петгое, в Петгое, в Гималае. Примулы считаются достаточно простыми садовыми растениями с точки зрения агротехники. Ну вообще говоря, вот именно когда говоришь о канделябровых примулах, то с ними ситуация выглядит немножко не так уж хорошо. Они длинностойки, но у них, они растут вот типично в Петгое, в Гималае, то есть мы говорим именно о канделябровых примулах, типа допустим, вот там какая-нибудь бесяна, буля, вот, к сожалению, надо сказать, что указанные вот примулы у нас не подаются и не встречаются, и как-то вот их никогда даже не видел. Я выращивал, я выписал семена однажды, вот, но они не взошли, то есть видимо они достаточно сложны, вот с точки зрения сходимости, и у меня это не получилось, и больше я не пробовал, и очень жалко. Более того, вот именно японские примулы я много раз сажал, они не долговечны, к сожалению, они на вторую-третью зиму обычно выпадают, к сожалению, вот здесь приходится сажать заново. Вот, значит, как я уже говорил, многие примулы, правда, вот не японская, а вот другие канделябровые примулы, растут в Петгое Гималаев, и у них, соответственно, условия совершенно противоположны тем, какие есть у нас. То есть они любят кислую почву, они любят влагу, влажный воздух, влажную землю, и не любят жары. У нас все с точки зрения доброго, то у нас очень жарко, у нас почвы червячные, и у нас очень сухой воздух летом. Поэтому примулы у нас летом не очень хорошо. Но учитывая, что они цветут, в общем-то, весной, наверное, не очень важно поведение примулы летом, но, тем не менее, вот, как я уже говорил, они не очень зимостойкие. Итак, канделябровые примулы. А вот примула японская, такая вот, не совсем канделябра в критическом смысле, вот, если бы она была бы, действительно, канделябра, как вот выглядит примула, например, Буля, она была бы раза в три выше, и она имела бы много таких вот, таких вот, таких вот, сегментов. Ну, вот, у нас пока есть только такая. Вот, она красная, это вот примула. Бывают белые, я посадил белые, но пока они не цветут, и они какие-то еще маленькие. Возможно, что они тогда будут цвететь в будущем году, если доживут. Вот. Ну, такое-то интересное растение, которое будет заслуживать, чтобы их побольше выращивали. Вот так оно выглядит вблизи. Цвета передаются достаточно правдоподобно при съемке. Очень насыщенный такой красно-хладноватый цвет. Вот. Вот, собственно, вот размер цветочков вы видите. В общем-то, они не очень похожи на традиционные примулы. Ну, тем не менее, это примула. Но листья, как вы видите, вот базальные листья похожи. Сидет она, наверное, недели две, не больше. Вот. И, ну, кстати, это не так очень мало для примул. Летом, видимо, если я не помню, я даже не помню, по-моему, летом она либо совсем отмирает, либо, ну, такие маленькие листья остаются у земли. Вот. Значит, у меня есть еще, как я уже говорил, белый, белая примула, называется, по-моему, Альба. Тоже японская, но, ну, сорт Альба белый. Ну, вот она пока что еще, как я говорил, не цветет. Ну, вот, такое замечательное растение, канделябровая примула и японика.